Время подвигов давно ушло. Сегодня уже не надо рисковать своей жизнью, высовываясь из окна на девятом этаже. Достаточно просто прилепить к стеклу роботизированного мойщика. Но какого именно мойщика выбрать и во сколько может обойтись покупка? Чтобы разобраться с этим вопросом, мы составили топ-9 лучших стеклоочистителей, актуальных на текущий момент. В рейдинге предоставлены две разновидности роботов. Квадратные. Они присасываются к стеклу, перемещаются с помощью гусениц и собирают грязь большой квадратной тряпкой. И круглые. Они тоже присасываются к окну за счет вакуума, но перемещаются с помощью круглых салфеток, которыми одновременно полируют поверхность. Поэтому ставим чаек, достаем блокнот и смотрим, чем же нас порадует рынок техники в нелегком 2021 году. А начнем мы с моделей квадратной формы. Первый робот, о котором мы расскажем, это Хобот 298 Ультрасоник. Хочется отдельно отметить, что компания Хобот первооткрыватель в мире роботов-мойщиков окон. Они первые придумали этот гаджет и все технологии запатентовали. Поэтому логично, что представитель этого бренда занимает первое место в нашем рейтинге. Внешний вид достаточно лаконичный. Квадратная форма синего цвета. Удобная ненавязчивая ручка для удержания устройства. Кнопка на корпусе для запуска робота в автоматическом режиме мойки. Сбоку в корпус вмонтирован бак из прозрачного пластика. Это основная фишка робота-мойщика. Перед началом мойки туда нужно залить 50 мл воды. Робот будет автоматически использовать ее для уборки. Причем он будет не просто лить водичку на стекло. А разбивать ее ультразвуковым распылителем на частицы диаметром в 15 микрон. Что достаточно экономично. Около 1 мл на квадратный метр поверхности. Такой туман легко размазывает присохшие пятна и хорошо впитывается в салфетку. Поэтому после работы хобот на стекле практически не оставляет разводов. Роботом можно мыть даже зеркала, стеклянные перегородки, кафельные стены и безрамочные поверхности. Он плотно прижимается к поверхности вакуумным насосом. А передвигается за счет гусениц. Управлять хоботом 298 ультрасоник можно с пульта или через мобильное приложение. Кстати, робот после чистки возвращается к месту старта, что очень удобно и не нужно вылазить наружу при чистке внешнего стекла. В общем, хобот 298 ультрасоник – это вариант для тех, кто не постоит за ценой в поисках удобства и качества. Еще один робот с говорящим названием – Atwell Zora Z5. Это настоящий народный герой, который спасает ваши окна от пыли, быстро двигаясь по стеклу буквой Z. Отсюда и название. Но почему же народный, спросите вы? Ну, во-первых, потому что он стоит всего 18 тысяч рублей. Во-вторых, благодаря своим размерам Zora справится с окнами в любом доме и придет на помощь каждому. Другие квадратные мойщики ограничены минимальной шириной поверхности около 40 сантиметров. А маневренность Zora легко моет зеркала, перегородки и форточки. В общем, в хозяйстве всегда пригодится. Тракторные гусеницы прочно удерживают робота на стекле. Даже при попадании воды на колеса герой не соскальзывает и не задерживается ни на секунду. Везде пролезет и шустро помоет. Скорость робота 5 метров в минуту оставляет конкурентов позади. Алгоритм уборки простой. Мощик собирает пыль тряпкой и за несколько проездов устраняет любые загрязнения. При этом Zora Z5 далеко не так прост. Робот напичкан датчиками для навигации, поэтому без проблем ориентируется на окне любой конфигурации. Не падает с безрамных зеркал и стекла. А после уборки возвращается на место, где его высадили. На случай внезапного отключения электричества предусмотрена резервная батарея на 750 мАч. Как настоящий герой, Zora Z5 никогда не падает вниз, а мужественно висит на краю пропасти, ожидая помощи друга. Робот продержится вдвое дольше аналогов. Как и Zora Z5, мощик iBot Win 289 собирает грязь с контурной тряпочкой. Производитель не поскупился и положил в коробку целых 4 салфетки. По две для влажной уборки и полировки. Алгоритм использования следующий. Вначале ставим серую салфетку и даем роботу полноценно помыть окно. Потом ставим желтую и Win 289 начищает стекло до блеска. На особо загрязненных поверхностях менять салфетки придется дважды. В конце уборки собрали все 4 грязные тряпочки и бросили в стиральную машину. Никакого промежуточного полоскания. iBot позаботились об удобстве использования. Управлять моющиком можно любым способом. Кнопкой на корпусе, пультом или через приложение. Само собой, в наличии страховочная система в виде троса с карабином и аккумулятором. В целом, iBot Win 289 – это классический мощик квадратного типа. Он навряд ли сможет удивить хоть чем-то, кроме отличного качества уборки. Зато взять его можно за 15 тысяч. Следующий – Genio Windy W250. На самом деле, этого робота можно охарактеризовать одной фразой. Полная копия HAT W66. Та же система смачивания с соплами под днищем и баком на 150 мл. Тонкий корпус толщиной 76 мм. Гироскоп для оптимального построения маршрута. Голосовые сообщения и мощный бесщеточный мотор на 90 Вт. А также все, что мы уже видели у Xiaomi. Робот уже поступил в продажу. Правда, неизвестно, будет ли у робота такой же классный кейс. Если вы давно хотели купить HAT W66, то вам стоит услышать пару весомых аргументов, почему стоит выбрать Genio. За Genio Windy W250 просят 22 тысячи рублей. Стоимость немного выше, чем стоит модель Xiaomi, но разница небольшая – всего 3000 рублей. Это малая оплата за безопасность, которую предоставляет компания. У Genio есть официальное представительство в РФ, поэтому полноценная гарантия производителя тоже будет. Плюс к этому добавим быструю доставку. Ждать, как при покупке с Алиэкспресс, не придется. А вот следующая модель – Li-Ectro-UX 1080. Мойщик с безупречным дизайном. Только посмотрите, на эту зеркальную панель с подвеской по периметру. Стильную матовую ручку и закрытый отсек для подсоединения страховки. И вся эта красота стоит всего лишь 15 тысяч рублей. Еще у этого робота необычная салфетка. Она разделена на три сегмента – большая квадратная микрофибра и две тонкие полоски. Полосы можно смочить водой, а основную тряпку оставить сухой, чтобы Li-Ectro-UX 1080 мог сразу размачивать грязь и вытирать разводы. Алгоритмы работы стандартные – Z- или N-образные проезды по стеклу, переключать которые можно с помощью пульта или мобильного приложения. Но имейте в виду, что в мире мойщиков окон Li-Ectro-UX 1080 – это самый красивый цветок, а вовсе не грубая машина по оттиранию пятен. Он сделан, чтобы радовать глаз, украшать стеклянную дверь вашего пентхауса и помогать с профилактической уборкой. А серьезное загрязнение робот отмоет только с 4-5 проездов. И то не идеально. Поэтому, если вы раз в год моете окна вручную, а робот вам нужен только для поддержания чистоты, то Li-Ectro-UX 1080 – идеальный выбор. Кстати, зацените страховочную присоску, которую можно прилепить с обратной стороны стекла. Очень удобная вещица. Вопрос только в том, насколько надежная. А что вы больше цените – удобство или надежность? Напишите об этом в комментариях. А мы пока переходим к круглым мойщикам. Главная особенность круглого робота Hobot 388 Ultrasonic – как вы уже догадались из названия – система ультразвукового разбрызгивания воды. Такая же, как и в квадратном Hobot 298 Ultrasonic. Мойщик распыляет жидкость на стекло, а затем наезжает на смоченное место вращающимися салфетками. Смачивание происходит по следующему алгоритму. Пшик – вращение одной тряпки, вращение другой тряпки, снова пшик и так далее. Но для первой весенней мойки производитель предусмотрел возможность внеочередного разбрызгивания, которое происходит после нажатия кнопки на пульте. Таким образом, можно контролировать качество мытья и добиваться нужного результата. Внутреннюю сторону окна можно помыть до блеска за два прохода, наружную – за 3-4, если окна сильно загрязнены. Благо, в комплекте целых 12 моб. Управлять Hobot можно как через пульт, так и с помощью мобильного приложения. Если вы первый раз сталкиваетесь с роботом-мойщиком окон, то поясню принцип его работы. В роботе есть мощный вакуумный двигатель, который создает разрежение и робот присасывается к стеклу. Принцип тяги, как у пылесоса. За счет этого он способен удерживаться на любых гладких поверхностях, удаляя с нее сухую пыль. Колесами, на которые крепятся диски с салфетками из микрофибры, робот передвигается по поверхности, очищая ее. Все просто, надежно и в то же время эффективно и безопасно. Особенно, если вы проживаете на высоких этажах. iBoto Win 389 Ultrasonic заметно отличается от Hobot 298 Ultrasonic классическим дизайном – овальная платформа, на которой установлена круглая ручка. Но в функциональном плане эти модели полностью тождественны. Win 389 Ultrasonic также распыляет на стекло водянистый туман, а потом оттирает размокшее пятно мохнатой тряпкой. Управление также предоставлено на пульте и в приложении. Можно выбрать алгоритм уборки, менять направление движения с помощью джойстика и делать неочередной пшик. Мало того, в ряде аспектов стеклоочиститель iBoto даже превосходит именитого конкурента. Во-первых, корпус у Win 389 Ultrasonic на 1 см ниже, всего 85 мм, поэтому он лучше подходит для зарешеченных окон. Во-вторых, ИБП у iBoto рассчитан на 30 минут, а не на 20, поэтому можно спокойно допить чай и дочитать газету, прежде чем снимать кричащего робота с окна. Ну и самое главное, iBoto предлагают более гуманный ценник – всего 19 тысяч рублей. Теперь будем ждать ответной реакции от хобота. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы следить за конкурентной борьбой могучих брендов. А пока переходим к следующей модели. Как мы могли убедиться на примере квадратного Windy W250, заимствующего идеей HAT W66, компания Genio предпочитает ходить проторенными дорожками. Неудивительно, что круглый Genio Windy W200 полностью копирует Xiaomi HAT DDC55. Причем делает это не менее успешно, чем его квадратный собрат. Дизайн в стиле «щетка с ребристой ручкой» смотрится стильно и современно. Под корпусом мойщика вращается мощный японский мотор. В зависимости от уровня загрязнения стекла он меняет прижимную силу в диапазоне от 2600 до 3400 паскалей. Для ориентации на местности используются гироскоп и датчики вращения тряпок. Мобильного приложения у Windy W200 не предусмотрено. Зато все его функции выполняет изящный авоидный пульт. В отличие от ксиомишного прародителя, Windy W200 предлагает гарантийное обслуживание в России и гораздо более скромный ценник – 17500 рублей в официальном магазине. По сравнению с Windy W200, Debo W120 выглядит грубоватым и неотесанным. Только взгляните на этот ретроградный кирпич с резиновыми кнопками. Я имею ввиду пульт управления. Робот, как и пульт, сделан из не самого дорогого пластика. А от радикально розовых вставок на корпусе из глаз может хлынуть кровь. Но не спешите ставить крест на этой модели. Есть два важных нюанса. Во-первых, по функционалу Debo W120 ничем не уступает другим моделям без разбрызгивателя. За 3-4 проезда можно отмыть окно, целый год не знавшие тряпки. Системы безопасности тоже стандартные. Резьба на соединении кабеля, страховочный шнур, аккумулятор с зарядом на 20 минут. Все сделано как надо. Во-вторых, и это самое главное, стоит Debo W120 всего 11 тысяч рублей. Вместо одного хобота 298 Ultrasonic можно взять два Debo себе и родителям. Еще и останутся деньги, чтобы отпраздновать удачную покупку. В общем, отличное эконом-предложение. На этом у меня все. Вы узнали о лучших мойщиках окон. И если еще не успели помыть окна, то самое время бежать в магазин. Поддержите это видео лайком и поставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами, как всегда, был Быстробот. Всем удачных покупок. Пока-пока.